привет ребята у нас сегодня новое видео новый населенный пункт сегодня мы с вами посмотрим на иловницу это населенный пункт находится перед речкой уж посмотрим каком он состоянии каком состоянии здесь дома вообще что собой представляет это село вот и как всегда попытаемся найти себе жилье осмотримся и сделаем выводы так что ребята оставайтесь будет очень интересно мы уже заходит и вот нас встречают первые дома ребята и вот такой обелиск туда пошли от в улице центральные разные осевая дорожка велосипед такой пионерский лагерь сказочный вот эта дорога туда наверно пошла в общем все нужно будет осмотреть нужно где-то найти дом и остановиться вот это сказочный этот пионер давайте где-то найдем домик где-то тут недалеко скинем наш рюкзак и будем осматривать некоторые дома видите вот так окна даже закрыты в общем я предлагаю так заныкать сумку где-то на низу и уже сразу идти и смотреть а потом уже ее туда наверх закидывать вот это подойдет мне так заходим первый дом что-то дозиметр наш волнуется может и успокоить 57 59 чуть есть превышение вот вылаз наверх видно что тут уже сталкеры себе как бы вылазят наверно ночуют вот а тут конечно бардачок но печка как бы относительно целая даже кто-то протапливает протапливает иногда это так сейчас посмотрим что там вверх как ребята только что лазил на крыше крыша как крыша металлическая днем правда жарковато будет ну как бы ночью вполне нормально как бы сойдет давайте пока пробежимся вот тут по окрестностях посмотрим погреб вот еще один домик сюда сюда же радио подводилась вот смотрите как тут можно все посидеть отдохнуть это что он колодец или нет так вот домик такой и пирандачка такая уютненько относительно чистенько вот тут в начале диванчик печка печка конечно очень подусталая и тут все как бы разрушено но наверх нету смысла лезть потому что видите вот такие дела можно легко упасть так что пока не буду даже пробовать хотя ходит тут крышечка довольно нормально смотрите нашли наверно как бы сталкнутый сарай или сталкерский или чей даже не знаю газеткой было все как бы прикнуто столик все дела сейчас давайте посмотрим что там вверху можно и тут остаться это не означает что кто-то должен сейчас прям сюда прийти правильно ребята а тут у нас сенобал представляете можно сегодня спать на сене я думаю мы наверно так и сделаем так дозиметр ты тут мне не это самое смотрите как тут кто-то уже отдыхал курил носки и житоми фу комары и окошечко есть и сено и всю и и радиация как бы в норме да ребята ночлег для второго дня у нас найден так что останемся на сегодня на ночь здесь я даже да дальше дальше даже искать не буду в общем ребята нам какой-то мере повезло тут и свой стол и за этим самым стеновал отличнейший сейчас мы тут перекусим запру на туда рюкзак и все и пойдем дальше обследовать воды воды нам нужно будет набрать пойти пойдем на уж будем искать наверно переправу давайте папа подопрём чтобы она не шаталась это дверка потом и на ночью закроем и все и нам ничего как бы не страшно пока еще и солнце сейчас нашу солнечную зарядку достанем сразу определим куда ее разместить тут уже у нас батарейки заряжаются гоупрошка видите он светит и пойдем сейчас где-то так ребята я чуть отделку вот потому что рюкзаком идти жарко а так ветер как бы прохладный вот бастурма наша сухари батарея от заряжается до гоупро как мы видим так я наверно заварю себе кашу гречневую вот я набрал воды сейчас сварю покушаю и салом я думаю очень вкусно будет потому что уже кушать хочется так что мы ребята кушать у нас готовится вот у меня кипит речка кипит речка сало я себе порезал бастурму порезал очень вкусная бастурма вкусно и питательно сейчас еще отрежу это как великота паузы ровный такой столик вот и оттуда выйдем на солнышко и на пороге вот тут сядем и посидим потому что как бы прохладненько насчет порога сразу вспомнилась свое село я когда маленький был 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 поездил к бабушке и старший мамин брат дядя гриша и мы с ним тоже так часто летняя кухня и всегда на пороге то есть сидели как бы вот сейчас такое самое воспоминание вообще этот поход первое село вот нахлынули наверно какие-то возможно воспоминания потому что ночью и это дядя гриша снялся покойный и село это снилось и как-то так но классно здесь ребята очень классно очень общину не передать словами бастурма очень вкусно уже прочим большой привет вове кирееву за подсказку за рецепт вот так что вот именно в этом месте вот это вообще супер ценится вообще капец так слова наташа там все кто меня смотрят вообще всем эпицентровским это черкасс электротранс аэропорт черкассы всем привет так что спасибо за сегодня мы это село обойдем посмотрим тем более что у нас есть только пол второго дня так что времени у нас вот так так что ребята это ветер поднялся очень мы уже вышли идем кужу на разведку к речке уж что я хочу сказать про еловицу тут если в рассохе там асфальтная дорога и шла дома тут как бы грунтовая но она уже как бы тоже как стала как лес уже эта дорога и лишь иногда ты понимаешь что это раньше было дорог как например но дома дома не знаю на первый взгляд как бы по сохранности лучше понятно что есть попадаются вот вот уже как бы полностью разрушенные но те кто еще те которые более-менее то есть по сохранности как бы чуть лучше саращики разные в общем идем пока не это как бы это село если там как бы практически она в листу было ну практически там болото хотя и тут как бы похоже я имел ввиду что тут как бы поле такое и есть где ветра гулять радиационный фон в принципе более менее нормальный ну вот только вспомнил начал пищать смотрим что нам пищит 55 это как бы 49 уже падает и с места как бы но уже чаще если там практически нигде по селу мы не фиксировали тут тут как бы периодически он начинает пищать уже как бы чем ближе к зоне он начинает как бы расти вот так вот смотрите корень а сдалека я смотрел как будто собака лежит муж и голова видите в общем как то так куда идти я не знаю там наверно это дорога в общем нужно идти до конца уже ой концу и ловицы там будет какая-то типа речка как-то его перейти и уже уже сначала с пройдем там посмотрим все воды нужно набрать чтоб потом на фильтровать и потом наверно пойдем на той дороге что мы видели какой-то табор или или куда она там ведет и туда пойдем тут уже можно даже заблудиться вот она дорога как было ранее сейчас это напоминает тропинку меня одно радует что мы быстро как бы нашли дом для ночевле и еще лучше наверно чем то что перед этим и столик и есть то есть можно себе спокойно сесть покушать и спать ему будет тепло на стеновале ну а у нас вот такие вот преграды в виде упавших деревьев и полностью разрушенная разрушенный домик вот памятник наверно воинам второй мировой войны а тут что-то колючее вообще сюда все попробую пройти да вечно слава героям павшим за батьковщину белоченко керпель коваленко максименко ракита романенко 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 еще романенко ип романенко оф романенко дз тут уже как бы витерлась вот романенко фф сели воненко тоже богатую тимошенко и шкура пенку вот такая вот памятная ложка 1941 1945 года вот так так как бы ничего и удивительного ребята заброшенные дома ну а кто скажет у нас в райцентрах заедешь некоторые сел села такая же самая картина да то есть что говорить про эту зону если у нас обычные села которые еще лет 10 как бы развивались куда даже я ездил приезжала молодежь раньше с разных городов там даже с ближних стран приезжали к бабушке отдыхали мы все все как бы там встречались каждый год на летних каникулах какая-то движуха была село жило а сейчас приезжаешь села вымирают массово массово вымирают села нормальных областях нормальных регионов поэтому как бы таким тут уже мало кого удивишь так что ребята к сожалению такая вот реальность вот ребята мы выходя из села так в лес вот попадаем на кладбище этого села вот слава богу кладбище еще такое как бы живенькая в том плане что видно что сюда хотя бы раз в год приезжают приезжают родственники вот тут видим цветочки стоят семенник василий миронович 1968 год до родился 1894 такое кладбище в лесу а вот смотрите вообще и как бы христы новенькие до федеренко иван ермалевич и федеренко она кондратьевна цветочки видно что каждый год как бы приезжают меняют фон давайте посмотрим они пищит этому чуть-чуть пищит такое да кладбище как бы большое тут смотрите урагана рад бук был по всей зоне вижу много деревьев вот упала дерево и там наверно под собой много могил как бы помяла вот здесь смотрите тоже цветочки есть кто-то приезжают вот семенюк занаида максимевна с фотографий тоже жительница этого села наверное курма шева софия григорьевна тоже цветочки есть курмаш а курмаш а курмаш а курмаш а григорий анатольевич видите как бы люди еще приезжают и память как бы она вечно даже мусорки он я смотрю даже есть да вот так что не все могилки но большинство я бы сказал бы как бы куратенко алексей иванович тоже бачему веночек родственники сюда приезжают это хорошо что хоть хоть эти люди не забыток так как забыты их нее дома к сожалению конечно связи с вирусом я не знаю или в этом году у кого-то получится сюда приехать или нет вот смотрите как это дерево вырвало тут столик был люди обедали и смотрите вот полностью оградку повалила чуть памятник между прочим там тоже кто-то сюда лампа . стоит люди конечно если приедут увидят родственники будут не очень конечно восторге от этого всего тут тоже мы 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 видим на хрест упала дерево марию васильевну слава богу повезло а тут вообще дерево полностью как бы своей массой полностью сломала хрест и лево аль его она его вогнала аж туда глубоко в землю представляете прям на него удар пришел в общем жесть вам па . тоже видно что люди за этой могилкой как бы ухаживают и вот приедут увидят такое как бы и расстроятся печальная картина конечно очень вот тоже еще одно место где у них сходка зверей и среди всех этих следов вырисовываются одни такие большие хищник хищника как от какого-то волка наверное ну и много копытц идут видите ребята очень сильный ветер вы посмотрите а ветер еще и оттуда а там сильные пожары вы посмотрите это ужас какой-то ребята а вы посмотрите какие там пожары сильнейшие тут самолеты летали и если этот ветер все это сюда как бы нагонит это такая как бы очень печально будет он я вижу вертолет сейчас вам засниму летает над эпицентром отсюда очень хорошо видно видите что там делается а если такой ветер я не знаю она может спокойно и сюда к нам это все принести представляете что потом тогда будет а дом деревянный не хотелось бы ночью сгореть днем вот так ребята и сразу же сократили мы путь мы пошли вот так вот по прямой по прямой пошли обходили там кладбище зашли от и поле по лесу бродили теперь я вот дорогу понял то есть прямиком можно как бы сюда идти пожар как видим наверно разгорается вообще такое такое все небо страшно я не знаю если где-то сюда дойдет там трава сухая эти здания это все выгорит нужно будет текать в лесе тоже опасно особенно если пойдет верхний пожар по деревьям это вообще страшно то есть нужно где-то будет отсюда выбегать тут тут тебя хоть пожар не тронет этого такая трава что она гореть не будет вот в общем такие дела ребята так что мы уже до дома на до нашего практически там дошли так что таким образом сократили путь была ферма видите остались только стены ребята были ли мы на наш домик а почему вылезли по во первых отсюда вид открывается чуть повыше правда самолет правда самолеты летают постоянно ан-32 п тушат пожар как видите вот у нас за спиной очень большой пожар начался вот с той стороны и они летают тушат прямо над нами тут и отдельно там снимаю их вот я не знаю кто-то либо лазил либо она сама отпала как раз в том месте где мы будем спать если дождь может чуть-чуть затекать но в принципе тоже не так страшно а солнечную батарею мы перевесили на эту сторону потому что солнце уже как бы повернулась сюда и пусть она хочет садиться но еще может как какую-то энергию даст ставили мы на зарядку было 25 процентов пауэрбанка сейчас мы посмотрели 71 или 72 вот не помню вот так вот такие тут виды спокойно хорошо так вот знаете аж привыкаешь такими местам мышь то нет не буду уходить буду тут надо двигаться дальше ждет большой горы одну не знаю вот дым 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 этот конечно приближается сюда он меня как бы настораживает а настораживает знаете почему потому что не дай бог она куда-то сюда перекинется тут сухая трава видите она как пойдет домики здесь тоже деревянные вспыхнут на раз-два нас наш между прочим домик тоже деревянный и нужно куда-то срочно эвакуироваться тут будет небезопасность и начнется пожар я уже себе приметил местечко там в поле там как бы растительности меньше и все как бы ну это будет очень печально вот такие дела ребята все в планах сейчас отправиться дальше и дальше будем обследовать что ребята идем дальше спустились с нашей крыши он если видите на крыше наша зарядная это самое солнышко еще светит пускай заряжает я уже слазил с крыши 76 все идем дальше сейчас посмотрим пока еще время есть мы вчера еще такое время лазили смотрели гуляли так времени еще куча идем камера разрядилась снимаю на вторую еще одна сталкерская ну я так понимаю одна и сталкерский хат печка есть но печка активно разрушается вообще нет я думал это сталкерская ну как бы пол хороший высокий как бы спокойно можно для для ночевки использовать ребята лайфхак для тех кому нужно там с родственниками связаться или вообще по телефону вилловица лайф у меня вообще как бы не ловит но я выходил вот сюда в холле вот вот сюда вот там где ферма от без крыши и где-то в тех вот районах бродила там за деревьями вот там вот вот там вот севалки какие-то или не знаю что вот в том месте я не знаю это нужно еще было походить понимаете вот в том месте как бы нашел это понимаете как связи она вообще мне показывает деление но можно позвонить взять там минут пять я поговорил позвонил так что кому нужно будет где-то связь потому что по силу я прошелся по силу в табор детской на крышу между прочим вылазил важно самый думал может это нету связи вообще ориентир вам вот это или насос на или что это я не знаю в общем вот этой поляне вот этой поляне вот вот будете искать там можно найти связь вот так вот ребята если вам видно делаю ужин сейчас вода закипит хочу сделать вот такой вот сухой борщ вот я супчик уже ел мне очень понравился я туда добавлю сало я порезал это бастурма вот и сухари у меня есть и будет такой вот как бы перекус и ложится спать сладенькая там у меня есть не знаю двери мы уже закрыли вот подсветка у нас от прожектор он сильнее конечно светит на чтобы экономить энергию то сделать на самый слабый режим поставил вот и как бы таком плане он нам светит видите как мы у нас тут столик а спать мы будем вон там вверху вот на сене крыша тут довольно классные двери закрытые свежий воздух поступает не дует на стене вообще тепло будет так что вот так солнышко уже на улице практически села видите уже все темнеет мы сейчас кушаем и ложимся спать активно очень много ходили очень всего чего видели хоть наснимал вам не знаю там и про и ловицу и день и этот сказочный пионерлагерь вот будут видео в общем ждем завтрашнего дня друзья ребята привет рад видеть вас нас переночевали мы в этом вот уютненьком сарайчики но скажу что очень замерз я не знаю почему наверно нет возможности следить за погодой что как вот в общем очень холодно было невзирая на то что я спал там на сене как бы вообще ну условия вообще подходящие но очень холодно было уже под утро пришлось прям с головой там укутываться как бы согреваться вот ну как бы согреться получилось сюда вышел на солнышко чтоб что хоть чуть-чуть зарядиться этой энергией соберу как раз вещи все скинул с крыши на пол тут уже мне как бы хочу есть место развернуться собираю мешок собираем рюкзак все равно там придется обратно все припаковывать как-то думать как его все это переправлять но это уже будет потом пока что сделаю себе чаек кушать не хочется честно вот сделаю чай попью горячий чай уже организм в середине согреется раз солнышко поднимется вот и буду в принципе отправляться в путь пока буду идти чуть как раз согреюсь разогреюсь вот ну а там уже на месте будем уже потом смотреть что и как так что вот мои все вещи как бы сейчас тут разбираюсь еще во водичке подфильтруем возьмем с собой все батарейки все это как бы зарядилась все хорошо вот фонд нормальный то есть пределах нормы так что вот вот такие дела ребята ребята я понял что почему я мерз потому что минус наверно был конкретный я вот тут отошел тут у меня вот вода где-то было в банке вот нам набрано смотрите видите полностью замерзла вода видите так что вот почему я и замерзал сена не сена если минус конечно ну я говорю так терпимо не то что прям там замерз и все что прям чуть ли не он уже ну намного холоднее было чем вчера и как бы были моменты что так трясло я живу пришлось а так закутываться в тот мешок вообще с головой нахекивал туда как бы ну как бы отогревался но я говорю чувствовалось что что-то не то вот вам как бы доказательство того что до минус был так ай кто-то спрашивал насчет гопро как себя ведет батарея да между прочим сейчас от минус холодно и как бы зарядка на такую сразу только ставил новую батарейку а на опа и сразу так что да между прочим это минус гопро ребята я переместился вот так вот на солнышко потому что не могу холодно капец еще холоднее и чем спать вот вот сделала себе чаек горячий сейчас халвой там и шоколадка и и сгущенкой это божество выше я думаю что щег меня сейчас согреет посижу чуть погреюсь я практически вещи сквал часе все там сейчас сюда перенес не теряем каждую минутку вот еще чуть поставил хай пускай заряжается наша наш пауэрбанк очень вел выручать между прочим я чувствую если мы так будем периодически заряжать то с энергией у нас будет все нормально так что все ребята сижу греюсь пью чайок и у меня слышу какие-то звуки ребята там какой-то человек дров себе набирают я не знаю он к нам не идет но мы к нему тоже не будем идти и весь если вижу туда перенес все оставили чистоту порядок мусор выкинули тут мусорка уже стал пересделать поэтому мы туда тоже только собрались эти где-то какой-то звук что-то худит иду на разведку посмотреть звук похожий либо самолет либо вертолет какой-то да на вертолет на ми-8 вон он летит в общем тут за заборчиком вот так вот спрятался думаю меня видно не в общем тут над чернобыльской зоной авиатехники больше летать чем я не знаю в общем все теперь можно двигаться потому что как бы этот камуфляж он очень четко он вот как бы сейчас видите еще сухая трава листинности нет зеленой и он вообще как бы сливается портфель у меня зеленый он как бы вызываю еще пока ну что прощай и ловница спасибо за прием за холодную ночь вот поселок маленький компактный например рассоха она более как бы раздвинута там мы видели что мы там видели мы там видели как бы фух и фермы такие комплексы большие тут тоже что-то было ну как бы такой маленький и по зерну там комплекс он тут всего такое маленькое одно она лучше сохранилась так что вот такие дела тут ребята в силуил и ловится даже радио еще подвод идет видите и прямо прямо туда к здании солнышко уже садится будем закругляться и пожар еще как бы дымится смотрите вот это небо вот это все пожар начинающий оттуда и аж сюда ну хорошо хоть ветер успокоился его можно так ну что ребята на последних на последнем проценте заряда предлагаю подытожить по-быстрому а поселка и ловится значит поселок намного живее мне показался чем рассоха более он какой-то красивый виды красивые как бы уютнее здесь намного вот вот здания лучше сохранились чем на то же самое рассохе очень много сараев с сеном то есть для ночевле вообще супер по воде тоже супер тут рядом вот речка есть и рядом речка уж и эти все притоки в притоках между прочим вода не мутная как самому жу очень можно даже прям так пить она прозрачная чисто что еще в общем останавливаться здесь можно красиво посмотреть посмотреть в принципе просто как бы а табор сказочный обязательно если тут планируете оставаться там на день или как бы что-то обойти спокойно можете посетить этот табор сказочный по радиации фон стабильный иногда пропикывает ну пропикывает до 50 там 48 вот вот так 43 50 60 все но это как бы для чего это норма то есть как бы превышение тут каких бы то нет вот вот мы сейчас заодно перейдем на ту сторону и вице посмотрим вот эта речка ну правда туда воду вам не рекомендую набирать потому что там она застоянная может когда полноводие то тут как бы она сюда забегает самое лучшее через лесок минут десять максимум минут десять все вы прям к самому жу можете дойти ну там есть протоки и что интересно животные да вот животных особенно там возле ужа тоже можете наблюдать очень много косуль лебедей ходят то есть можно так сидеть и любоваться как бы животными все то есть поселок мне понравился даже понравился больше чем рассоха вот не знаю тут как бы как бы уютник уютно себя чувствуешь как бы ты не в самом лесу не загнан этими деревьями и нету таких вот таких вот этих деревьев наваленных как будто там я не знаю фильм ужасов снимали что-то такое прошлось тут как бы действительно отдыхает душа как бы место больше свободней вот по сравнению с рассоха между прочим если вам интересно рассоха вот подсказочка тоже есть у меня на канале будете смотреть вот в общем вот такие дела ребята так что подписывайтесь на канал ставьте лайки я думаю будет очень интересно смотреть на мои видео это были последние кадры сделаны в силу и ловница буквально через пару дней сюда пришли самые сильные пожары за последние 30 лет это чудесное село было полностью уничтожено сильнейшим пожаром все дома все все постройки все что было построено человеком огонь уничтожил буквально за какие-то личные часы очень жаль наблюдать за той картиной которая сейчас открывается после пожаров и очень обидно и очень больно представлять что ты здесь был и ты видел все эти дома все эти сохранившиеся дома в том состоянии и ты понимал что они еще не один год не один десяток лет могут вставать пристанищем для сталкеров чтобы можно было укрываться от дождя от холода вот просто ночевать и и когда ты видишь что на том месте где стояли дома или той дом где ты ночевал сейчас там все сожжено это очень больно так что не зря я говорю что нужно в первую очередь увидеть посетить вот именно вот такие села которые беспощадно уничтожает сама природа а еще сильнее наносит вред вот такие вот сильнейшие пожары которые уничтожили между прочим и село рассоха которая полностью сгорела и ряд еще других хорошо сохранившихся сел и в частности саму зону отчуждения которая очень сильно постраждала особенно леса экосистема животные так что ребята любимое и известное и очень красивое село иловница навсегда ушло в историю а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok